Издательство Бомбора. Океан книг. Слава ему во веки веков. Моей жене и близкому другу Кикелому. Спасибо за поддержку, любовь и молитвы. Я очень тебе благодарен. Предисловие. Я твердо убежден, что решение изменить своему супругу не есть результат усталости, взаимного недовольства или отрицания семейных обязанностей. Очевидно, что неверность вредит благополучию любого брака и может разрушить семью. Однако было бы опрометчиво относиться к неверности, используя лишь стереотипы общества или церкви. К проблеме нужно подойти целостно, диагностировать сложившуюся ситуацию и как можно скорее найти из нее выход. Я не оправдываю измены и отнюдь не утверждаю, что есть некие уважительные причины, подталкивающие мужчину или женщину к супружеской неверности. И все же, если мы не выясним, что является реальной проблемой, последствия могут оказаться значительно более тяжелыми, чем мы можем себе представить. В ситуации супружеской неверности страдают дети, которым недостает отцовской заботы. Некоторые из них больше не могут ходить в школу, потому что там знают, что их отцы начали ухаживать за другими женщинами и ушли из дома. Жен угнетает излишнее внимание соседей, часть из которых проявляет к ним сочувствие, другие – нездоровое любопытство, но так или иначе быть объектом для обсуждения окружающих очень тяжело. Да и сама мысль о том, что их мужья нашли себе новый дом, добавляет страданий. Вся система жизненных ценностей рушится в одночасье. Материальное положение таких неполных семей чаще всего оставляет желать лучшего. Женщинам приходится работать в нескольких местах одновременно, чтобы хоть как-то прокормить своих детей. Дети же, лишенные необходимой заботы, болеют чаще, чем их благополучные сверстники. Вот какими могут быть последствия супружеской неверности. Она ведет к разрушению семьи, болезням, одиночеству, отчаянию и другим трагическим последствиям. Недавно в книге Джойс Хаггетт «Дорога любви» я наткнулся на цитату из «Таймс» от 18 апреля 1984 года. Джойс Хаггетт, 1937-2017, британская писательница, лектор, телеведущая, автор более 40 книг на тему отношений секса и религии. Статья, на которую ссылается Хаггетт, называлась «Когда викарий уходит из дома» и повествовала о том, как некий викарий бросил жену и троих детей после 17 лет брака. Жена страдала и чувствовала себя одиноко, к тому же оказалась без крыши над головой. Дальше Джойс Хаггетт пишет. В другой газете бросается в глаза заголовок «Возвращение викария после смерти жены». На этот раз журналист рассказывает, как жена викария была найдена мертвой, с разбросанными на постели таблетками после того, как обнаружила, что у ее мужа был роман с другой женщиной. Из-за мужской неверности у женщин разрушаются жизненные идеалы. Некоторые мужья не осмеливаются уйти из семьи, однако все равно втайне изменяют своим женам и относятся к ним совсем не так, как того заслуживает любящая женщина. Но что становится причиной супружеской неверности? Как можно решить эту проблему? Как жертвы измены могут вернуть своих партнеров? Что должны сделать пары, чтобы остаться вместе? На эти и другие вопросы я постараюсь ответить в книге, которую вы сейчас слушаете. Успех вашего брака зависит от вас, и вы можете сделать его таким, каким вам хочется. Беспечные жены неверные мужья — это первая из двух книг, которые я собираюсь опубликовать на тему неверности. Вторая будет называться «Беспечные мужья неверные жены». Надеюсь, я закончу ее в скором времени. Моя главная задача — помочь замужним женщинам, а также девушкам, которые только собираются выйти замуж, сберечь свой брак. Мы с вами вместе разберемся, как обычная беспечность приводит к мужским изменам. Хочу сразу отметить, что эта книга никоим образом не является андроцентрической или женоненавистнической. Она написана без предубеждения к какому-либо полу и с одной единственной целью — напомнить как мужчинам, так и женщинам, что в решении супружеских конфликтов надо быть максимально ответственными и осмотрительными. Я верю, что эта книга поможет каждой паре начать наслаждаться своим браком, а не просто терпеть его. Помните, что успех вашего брака зависит от вас, и вы можете сделать его таким, каким вам хочется. Бенезер Афалаби Бенезер Афалаби Бенезер Афалаби